Добрый день, дорогие друзья и посетители моего канала! Сегодня у нас такая возможность поговорить с человеком, непосредственным очевидцем всех тех ужасных событий, с которым столкнулся я, столкнулись мы, все жители этого региона, и темы, которые я поднимаю на своем канале, которые мы обсуждаем, я приглашаю людей, свидетелей, очевидцев. Сегодня у нас такой человек, это Санубер Сараллы, автор нескольких книг, нескольких трудов. Одна из этих книг — это «Украденная история. Геноцид». И другая книга, которая издана на десяти языках, называется «Кровавая память Азербайджана». Санубер является независимым исследователем этой темы и человеком не со стороны, не просто человеком каким-то академическим, а человеком, который лично испытал все ужасы вот этого изгнания и беженства, то, что, в принципе, очень близко мне, потому что я сам являюсь беженцем из Баку в свое время, и я, будучи таковым, обличаю и открыто обвиняю именно армянский национализм. Вот это Дашнакское учение, Цагакрон, то, что привело ко всему тому, с чем я столкнулся в своей жизни, и огромное количество, несколько сот тысяч, например, бакинских армян или этнических азербайджанцев в Армении. Санубер является этнической азербайджанкой, которая родилась в Армении, она была частью того общества, той страны, в которой она жила, и я попрошу вас, уважаемая Санубер, расскажите немножко о себе. Здравствуйте, уважаемые слушатели, салам елейки, мэнэм, азез, ханватанлэрэм. Я, Азербайджанка. Родилась в городе в Кировакане семьи военнослужащего, отец мой был военным до 1945 года, он дошел до Берлина и вернулся живым. Ему дали работу в городе, так как в те времена, после 40-е и 50-е годы, был голод, были проблемы в селениях, поэтому отец решил остаться в городе в Кировакане и работать. А потом, когда создал семью, мы все родились в городе в Кировакане. Родилась в Кировакане. Родилась в Кировакане. Родилась в Кировакане. А после 90-х годов наш прекрасный город Каракилиса, Кировакан, стал Ванадзор. И сейчас так и называется, то, что нигде никогда не было такого города Ванадзор или Кировакан, то есть в Кировакане тоже менялись. То есть местные власти или республику Армения руководили те силы, которые планировано все время, переезжая на территорию Армении, менялись то пони. Именем тех, которые, допустим, из Индии были, очень много переселенцев, которых переселили 1790-е годы, в начале русско-турецкой войны 1804-й год, 1813-1828 год, Кулистанские и Туркменчайские договоры. И, в конце концов, когда уже в 1918 году было организовано три федерации, грузинская, азербайджанская, демократическая республика стала Азербайджан, во главе Мамедамин Расул Зада. И тогда английские миссионеры решили армянам тоже, то есть хаим тоже, да, 9 тысяч квадратных метров, для того, чтобы она служила центр для армян, как бы со всего мира армяне должны были собраться, вот именно ированское хамство. Но тогда были разногласия, азербайджанские правители не хотели дать, и большевики тоже очень много старались вредить. Азербайджан разделили, часть Азербайджана осталась армянам, был на Кавказе народ, которые аборигены всегда принимали гостей, принимали людей, для них разницы не было, какой веры, какой религии. И дожили люди, жили, дошли до наших времён. Я заканчивала армянскую школу, имела очень хорошее знание, спасибо моим педагогам-армянам, которые меня преподавали. Но часто звучало такое слово, смотрите, она турок, но она лучше вас учится. И иногда, если я какие-то соревнования между школьниками, между какими-то мероприятиями, я занимала первое, второе, третье место, говорили, абсус турка. И турок для меня, вы знаете, я как азербайджанка, думала, я азербайджанка. А оказывается, они правильно говорили, я турок. И мы все турки были, и армяне тоже турки. Сегодня я читаю Филиппа Екузьянцева, он пишет, да, действительно, говорит, армяне были турками под Османской империей. И действительно, когда смотришь на там суффикс «ян», «ян» – это сторона, то есть с какой стороны. А на сегодня наши армяне тоже общаются, говорят, «Ворянецец галис», «Айсинкен борьбогмецец галис». С какой стороны ты приходишь, да? С какой стороны, да. Турки тоже говорят, «хансыян нангялешся». Ну, естественно, «ян» – это суффикс, но она взята из китайского, чужского китайского просвеждения. Имеете «ян», «цизиян», «пхэньян». Я не знаю, еще какие-то «ян» есть в Китае. Я имею в виду, что неважно религия, неважно вероисповедание, важно, чтобы человек был человеком. И самое главное для меня было то, что я, рожденная среди армян, имела свое место, свое устойчивое, крепкое. Я была гимнасткой, занимала третье, четвертое место, потом первое место заняла, а потом по фехтованию у меня были результаты до уровня Советского Союза, Спартакеада, народа в СССР. Я заняла третье место в городе Ленинграде, 10-е Спартакеада. И период, когда мы ездили в Ереван, во время посещения Матына-Дарана или Эчмиадзинские там пропускали туристов, я столкнулась с такими книгами, с такими фактами, что это не хайская земля, а это тюркская земля. И только все, хочешь, не хочешь, там звучит все тюркское. Я говорю, ну ладно, фамилия Дайяны. Оказывается, вот мои исследования, я пришла к выводу, что под персидскими империями они носили фамилию Худавердиян. То есть перси, на персидском языке Худа – это Божие. А по-турецки, допустим, когда уже Усманская империя, Тюркская империя, после падения Греческой империи, они стали Аллах-Вердиян. То же самое. Аллах-Верди, Худаверди, да, то же самое. Аллах-Верди, Худаверди, Астват-Атур-Ян. Астват-Атур-Ян. Да, Астват-Атур-Ян. То есть здесь главное не то, что фамилии менялись, главная цель хайского народа – обосноваться на Кавказе, именно на землях азербайджанских, которые и недры земли, и сама земля, и плодородные земли, богатство, всё это было для хайского народа как подарок судьбы. Они, если обосновались в 1918-2020 году в Ереване, они не должны были потерять эту свободу, эту часть Армении. Ну, они расширяли, расширяли. Дашнаки не давали им покоя. У них секты, которые заставлял. Допустим, я в школе училась, к нам пришёл священник, посмотрел на всех детей, на всех девочек, мальчиков. И, несмотря на журнал, выбран меня, мол, вот она, смотрите, какая стройная походка, разговор, голос, речь, дикция, сценическая подготовка. Всё, давайте мы её у вас заберём, отправим какие-то другие страны, там они будут учиться, а потом дальше сумасайте. Как можно детей взять у родителей и послать в какие-то страны, чтобы они там проповедовали эту сатаническую секту хаев, в которой этимиадинские церковники готовили народ для восстания, для захвата карабахских земель. Значит, по всему миру у них должны были быть каналы информационные, чтобы девушки красивые выходили замуж за богачей тех стран или стать президентами, вот как сейчас Макрон, я не знаю, войти в элиту тех государств, чтобы помочь армянам захватить земли. Но захваченные чужие земли, они заблуждались, они получили проклятие и плачь сирот. Те люди, которые вынуждены были из-за армянской, дашнакской идеологии покинуть Армению, то есть там Рафаэль, по-моему, Каратетян, впервые выступая в нереванском митинге, сказал, что нам впервые удается очистить Армению от тюрков. Когда я была в Ереване, я не думала, что неужели Советский Союз, Советское правительство позволит дашнакам вести вот античеловеческую... А какой это год, я извиняюсь, какой это год, вот то, что вы говорите? 88-й, уже 89-й год, когда они уже стали изгонять азербайджанцев из Армении. В это время я вынуждена была несколько раз возвращаться в свои родные края, в свой город. Сначала я попыталась понять, что происходит и общалась с теми людьми из общества знаний, которые были у нас в городе Кировакан, и у нас что это было в городе Кироваке. И это не было в том числе в том числе и в том числе я в том числе и в том числе лечебной физкультуры. И у меня были друзья, которые уже когда началось в первый раз, Агамбекян, Шахназар, по-моему, не Агамбекян, ездил во Франции, был встреча, и он в газете «Юманите» дал интервью о том, что уже договорились с Горбачевым, что Карабах им дадут. Но карабахские события еще не было так сильно известны людям, потому что люди жили себе и не успевали смотреть ни телевизор, ни радио. Но когда уже 14 февраля впервые в Степанакерте актрисой Жанна Галостян была прозвучена словами «Отцун» по соединению, то есть когда они митинговали в Степанакерте 14 февраля 1988 года. Но в декабре 1987 года уже в Кафани была убита Улькер Бабаева, 59-го года рождения, азербайджанка, которая работала в больнице медсестрой. И армянские женщины, медсестры сказали «Карабах будет наш», а Улькер Бабаева сказала «Нет, Карабах – азербайджанской». И вот эти медсестры убили эту девушку, медсестру, за то, что она сказала, что Карабах – азербайджанская. И так начались первые изгнания азербайджанцев с территории Армении. Через горы, через леса сначала начались кафанские беженцы, которые очень сильно были, дашнакские ячейки, там у них действовала программа дашнаков, сначала изгнать в приграничных зонах азербайджанцев, а потом внутри республики изгнать, потому что если приграничные остались бы, они поддержали бы тех, которые из центра. И такой был приказ, что ни один азербайджанец не должен выйти живым с территории Армении. И тогда в Зангеландском районе пост беженцев Миндиван поступила беженцей. Среди них были женщины, дети, старики, которые доказывали… Я когда с ними встретилась, они рассказали, как они вынуждены были бежать из кафана. И, честно говоря, даже не хочется сказать об этом, но молодого парня обманули, мол, пригласили в милицию и сказали, мол, ты двухмесячную девочку хотел что-то. И какая-то женщина доказывала, мол, да, это правда, и его убили. А голову, мозги у него сняли, что-то пересадку делали, труп даже не дали родственникам. Вот они и бежали. И тогда началось скафание убийства азербайджанцев. Из убитых 52 человека поездом поступало в Сунгаид. Это 87-й год, конец… 88-й уже, начало 88-й. Начало 80-й? Декабрь, да. Декабрь 87-го и 88-й год. Начало 88-го. А 14-го февраля Арташе Габриэля, журналист, приехал в Сунгаид, в Сунгаиде на крышах домов, установил операторов и готовились к 28-му, 29-му февралю к Сунгаидским событиям. То есть, когда этот план должен был в действии, подготовили некоторых ретидивистов. Эдвард Григориан, который со своим братом ретидивист тоже, получил список армян, тех армян, которые им не давали дань. Не платили ни круг, ни дашнакцутсу, ни мяцун, ни арцах, ни гончак, ни хайкакан, ни дэли, ни дэро. Вот эти партии все время брали деньги у армян. Те, которые не давали, они взяли список из ЖЭКов, ЖЭКов управления и готовились. Почему вот именно? На первом этаже жила армянка, ее не трогали, а поднимались в третий, четвертый этаж, изнасиловали Меджелумьян, сестер. Меджелумьян убили Богосяна топором, сам Эдвард Григориан насиловал, получил список тех армянских домов, кто не давал им деньги. И в тот период было убито 26 армян и 6 азербайджанцев. То есть те азербайджанцы были убиты, которые хотели защищать армян. Но подготовка к этой акции, про это написал Роберт Аракелов. Роберт Аракелов из Баку, человек очень культурный, интеллигентный. Видел, что может быть азербайджанский народ, уже поступали беженцы, уже через горы леса неадекватные. И вот этот Эдуард Григориан взял с собой бандитов, давал им наркотики, что вот когда начнутся беспорядки в Сунгаиде, чтобы они тоже участвовали. Но этот Эдуард Григориан очень хорошо владел азербайджанским языком, и никто не сомневался, что он не азербайджанец, он армянин. И да, а про это я читала воспоминания Роберта Аракелова, когда он вынужден был уехать в Степанакер, то есть в Хан-Кен-Ди. И там он работал несколько времени, и вдруг радио включили, кто-то говорит из Армении. И очень внимательно все слушали. Он спрашивает, а кто он такой, что вы так внимательно слушаете? Так спросил Роберта Аракелов своего начальника. А начальник ему говорит, а что ты не знаешь, это тот, который организовал сунгаидские события. Так выходит, что смотрите, армяне насиловали, армян убивали, армяне организовали, армяне по всему миру. Уже 29-е, 1-е, 2-е марта было известно по всему миру. Если это неподготовленная акция, как могли в тот период за два, за один день по всему миру? Потому что армянская информационная сила готова была к этой акции. И действительно Роберт Аракелов писал. Армяне насиловали, армяне организовали, армяне убили. Армяне же об этом говорили и писали. Среди армянских патриотов, человека с большой буквой, отец Тереза Петаян, она армянка из Баку, почитала письмо отца. Отец бросился с девятого этажа, протестуя армянских дашнаков, что они очень много горе принесли азербайджанскому народу. За это я не могу смотреть, как издеваются над азербайджанцами на территории Армении. И Карабахи, армянские дашнаки, столько вред принесли нашему народу. И он покончил с собой протест армянских дашнаков. А дочь жила в тот период в Баку, Тереза Петаян. И долго она там жила. Я не знаю, сейчас она там или нет, потому что я тоже там не живу. И самое главное, что, вы знаете, природа нас не делит разницей между людьми. А хаи живут в тени древнепоклонничества. То есть это древнепоклонничество, это ахриманы. Ахриманы на Древнем Востоке, бог зла и насилия. Вот это у них уже заложено, как зомбировано. Вот в этих сектах, которые в Ичмиадине или в церквях, которые раньше были албанскими, они превратили сатанизм, демонизм. И народ здесь не виноват. Вот что пишешь, народ это чистый лист бумаги, когда ребенок рождается. А деть, мать какую веру учит, так и ребенок растет. Очень интересно, сегодняшняя молодежь знает ли на территории называемой Хаястан жили тюрки, аборигены этих земель. И никакого отношения к сегодняшнему Армению, хаи, не имеют никакого отношения. Никакого права даже не имеют, потому что, когда мы изучаем историю, их предки, как говорил в V веке Агавангел, да, Михаил, Хаясы. И наша родина, древние земли, там, Сирия, Ливана, потом Каппадогия и река Тигра и Ефрата. То есть, когда армянские цари умирали, их хоронили вокруг этих рек Тигра и Ефрата. Вот представляете, если бы они жили в Армении, это тело могли унести до Тигра и Ефрата и там похоронить. Это невозможно. То, что сегодня они болеют этой болезнью, национализмом и фашизмом, естественно, самый древний фашизм в Индии. Кастовая система, которая произошла древние хаи-армяне, араяны. Даже сегодня армяне общаются, мужчины, с троп-тропом, говорят, ара, вонцы, сара, ичка, ичка. Ара, это в Библии дается, как кочевник, скиталец. И поэтому сегодняшняя молодежь должен знать. Это не стыдно, это позорно, что не знаете вашу историю. Изгоняв полмиллиона азербайджанцев с территории Армении, вы принесли несчастье, горе, страдания не только азербайджанскому народу, и своему народу тоже вы принесли. Мосты разрушены между этими двумя народами. Но, к сожалению, ни разу они друг у друга не спрашивают. Хаи-туркис. Так спрашивают. Но они говорят армянец. Хаи-туркис. Не спрашивают армянец. А как получилось, что хаи стали армянами? Эрман, туркман, герман, гиртман, бильман, ферман, миссельман. Все это тюркские этносы. И хаи, пользуясь моментом, они украли чужие истории, чужие территории, чужие имена, чужое богатство, поменяли этнонимы, украли культуру, наследственность, которая идет в генах, только это не могли украсть. Вы знаете, еще я бы хотела сказать, в древней Греции, да, именно индийские вот эти араяне грабили, убивали, насиловали в Индии. И вот это у них вроде пока остается в генах. Сами свой народ уничтожают. Вот такой есть чиновник русской царской армии Артур Араратский. В 1890-е годы он сказал и писал, что есть на свете такой народ, который сто лет один раз сам же уничтожает свой народ. Имеется в виду хайский народ, то есть хаи, которые сто лет тому назад уничтожались. Пришло время, сто лет выполнилось, время прошло и опять начали сами своих уничтожать. Теперь я что хотела обратить внимание моих слушателей, когда действительно обвинялись в сумгаиде азербайджанский народ, ну там убито две тысячи, я не знаю более, сколько-то тысяч в Америке открыли группу сумгаидских армян и там пишут, что в сумгаиде был геноцид убыто две тысячи армян. О действительности я что хотела вам передать события, которые произошли из Армении. Естественно, что люди, спасаясь, бежали через горы, через леса. Они ничего не успевали с собой взять. И поступали в лагерь беженцев. Лагерь беженцев был в Казахе, Нахчеване, Садараке, Зангелане, Нинджеландском лагере и еще в Бурноборчалинский район, где можно было пройти через Грузию, а в Азербайджан. В одной из беженских лагерей, когда я перешла границу из Армении в Азербайджан, из Хаястана в Азербайджан, в Казахском районе, первосекретарь райкома партии Мурат Ашуров, я видела, что он хочет одну девушку покормить, а она не хочет. Она сидит одна, вокруг нее никто ничего не говорит. Все тоже молча смотрят на нее таким взглядом, то жалко этой девочке, и она ничего не кушает. Уже второй сутки она идет на границе, стоит, смотрит, возвращается. А Мурат Ашуров попросил меня, может, ты уговоришь ее хоть что-нибудь, она покушает. Я подошла к девочке и сказала, а что ты держишь на руке? Вот так она сильно обняла, и не кушает ничего, и не смотрит на меня. А когда я подняла ее челюсть, голову, я говорю, давай вместе покушаем, я тоже голодная. И хотела у нее отняться, то, что у нее на руках, она не давала. Я говорю, ладно, ладно, держи на колени и кушай. А что у тебя там? Она мне говорит, что когда армянские дашнаки напали на наш дом, убили папу, маму, а в это время я хотела туфельки брата взять, чтобы одели его, тоже вместе с нами убежали. В тот момент, говорит, мама мне сказала, убегай, убегай. Она убежала, и соседи ее насильно посадили в машину и увезли. Но она видела, как убили отца, мать и братика. И она не давала этот кулек, говорит, это туфельки моего брата. Я жду, что брат приедет, и я надену на него эти туфельки. Это только одно случай, я рассказываю вам так. Были тысячи таких случаев. И когда я начала помогать русским когиберечникам, которые там писали события, что происходило в Армении, мне пришлось из-за того, что у меня почерк был хорошей, попросили переписать список погибших азербайджанцев на территории Армении с рук тех националистов и бандитов, которые, ни щадя ни женщин, ни детей, ни стариков, уничтожали турок, все, ты умрешь. Я столкнулась с одним человеком, Садыхов Сулейман, Вагиф Коглы. Его убили в Дилижанских горах, сожгли и трактором сверху прошли. И отец подал в суд русские вот эти когиберечники, которые писали в казахском районе. И этот мужик сказал, я хочу суд над ними. Его убил Гарри Карбатый, учитель физкультуры в Сафузе Шалнян. Про это я написала 60... За сутки, за сутки армянские националисты на территории Армении за сутки убили 64 человек. Сегодня, когда армянский народ говорит, нет, мы не виноваты, азербайджанцы начали нас убивать в Карабахе. Нету такой случаи, что на территории Хайостана один азербайджанец убил бы армянина, армянку. Да, 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 да. Не было. Не было именно Карабахское событие. Карабахское, когда вакханалия началось, сперва убили в Кафане эту медсестру. Потом двух азербайджанцев, азербайджанцев убили. Потом начали Кафанских беженцев уничтожать. Потом началось гугарское событие. Гугарки между русскими селами Лермонтова, Фиолетова, в машинах, в грузових машинах бензином обливали и убивали, сжигали живых людей. Армяне, это ваша заслуга уничтожить невинных женщин, детей и стариков. Хай, Майрики, ты вон, как ты издевались, сжигалки, которая, ну, в барах, И так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова И люди со своими чадами, стариками, старушки, которые перебираются с Армении, с территории Армении, азербайджанские земли. Что я хотела сказать насчет этого мороженого. То есть здесь явно видно число 8. 8, число 8 видно. То есть в течение трех лет они должны захватить земли Азербайджана. Там справа написано «ми отцом», а слева «вэгэ инык елькрутамис», то есть на латинском второй месяц, когда началось сунгаицкие события. И здесь нарисовано на нижнем углу зеленый цвет. Это цвет зеленого дракона, который глотает полумесяц синий. И сверху опять зеленый дракон глотает синий полумесяц. И там три креста, три креста, албанские кресты, то есть карабахские земли, третий-восьмой век Албания. Потом шесть христианских хачев, которые в одну точку соединяются. Что это говорит? О чем это говорит? То есть шесть больших государств будут поддержать хаев, дошнаков. И они должны организовать именно изгнание азербайджанцев и захват карабахских земель. Кэтом он готовил, и с удовольствием, лав хришек, хайер, сунгаиит, бачкар, и сунгаиит, бачкар, и сунгаиит, бачкар, и сунгаиит. Свои сберегательные деньги, сбербанков, меняли квартиры или продавали, и уезжали из Сунгаиита и из Баку. Мне это говорили, несколько человек мне это говорили, писали даже об этом, что они даже свидетели были, как деньги забирали и как уезжали люди. Мне говорили об этом, да. Такой случай был с моей мамой, когда один армянин из Баку, с Абунчинского района в 1985 году приехал к нам, хотел поменять свой двухэтажный дом с садом, огородом, со всеми условиями. Двухкомнатную маленькую спичечную коробку, квартира хрущевская. Мама сказала, я не могу, там Сабунче, я выходец из горных районов, я не могу на равнина Аран, ездая в Шамах, Паджармара. Вот так она и отказалась. А я этому мужику спрашиваю, почему вы хотите менять? Это еще был 1985 год. Говорит, нас заставляют платить дань, и что-то будет в Азербайджане против армян. Нет, против азербайджанцев, и тогда начнут изгнать армян. Против азербайджанцев что-то будет, и будут изгнать армян. Поэтому мы сейчас хотим поменять квартиру. То есть этот мужик открыто сказал, но тогда я не догадывалась, что будет сунгайцкие события. И самое главное, это мороженое подготовлено кем? Борис Николаевич Карпенко работал, жив в Баку, кладокомбинате, учился в ПТУ. Жена, мать, армянка, трое детей, и получил заказ от армянских дашнаков, чтобы подготовить на бумажке мороженое время, место и действие. То есть второй месяц, явно видно черно-по-белому, второй месяц. Плернэй Гарабагынг на Вармас, Нагорно-Гарабахская автономная область, и Мяацум. Мяацум слово я сказала, что впервые прозвучало от Жанны Голостяновой, это переросло уже в Кировакане, в Ереване. Сильва Капутикян сказала, мы убьем даже своих, лишь бы виновата считали азербайджанцев. Так и случилось. Сильва Капутикян, Зори Балаян, Серро Ханзатян и другие деятели поддержали Сильва Капутикяна. Вот они сами убили своих стунгаицких армян и виноваты считали азербайджанцев. А мороженое, так как Борис Николаевич Карпенко заказал дизайнер этого рисунка мороженое, получали из Симы Палатинска. И 2 января он убежал из Баку, зная о том, что уже 19-е, 20 января будет со стороны российских войск кровавое 20 января. Потому что среди российских войск были и резервисты, типа как боевики на танках, они вошли в город и уничтожили. Более 100 человек ранены, и сколько не знаю, но более 136 человек были убиты. Сейчас у нас в Баку есть Алия Шахпидов, где похоронены Херезе и Ильхан, которые как символ любви после его смерти, она тоже покончила с собой. Дело в том, что Борис Николаевич Карпенко, украинец, убежав на Украину, он не знал, что я могу читать эту символику Сулуни Ацун. И когда я обратилась в отдел кадров хладокомбината, мне сказали, директор должен дать разрешение, Салим Бабаев, был директором хладокомбината города Баку. Я с ним беседовала, я говорю, где ваш этот дизайнер, кто нарисовал этот рисунок, он мне сказал, что он убежал, даже он не рассчитался. Трое детей, жену армянку и мать армянку, взял и убежал из Баку.